Итак, всем привет, мои дорогие любители закусить. Главное выпить. Это канал Каев Меськ Пыва. И по количеству предоставленной на столе посуде вы должны понять, что сегодня будет нечто, если не интересное, то как минимум захватывающее. Или наоборот. Значит, дорогие мои друзья, сегодня у нас напиток, который тяжело назвать классическим, потому что на моей памяти пил его только один человек, это я. Пил его два раза. Один раз с яблочным вкусом, возможно, задние ряды уже догадались, и один раз я пробовал классический, вот прямо из этой бутылки. Называется себе чудо Аль Капоне. Как можете видеть, здесь изображен Петросян или какой-то, прости господи, армянин, возможно, даже священник армянской православной церкви. Бутылочка уже, к сожалению, открыта. Это впервые на этом канале, но в скором времени будет еще один обзор с открытой бутылочкой. Тут уж меня прошу извинить. Значит, все потому, что мы немного стримили. И стримили мы достаточно давно, и я был пьяненький, и хотел немножко еще догнаться, и поэтому открыл Трикапон и попробовал. Поэтому, к сожалению, мнение у меня о нем уже есть и, скажем так, сложилось. И сложилось оно немного не в ту сторону, потому что этот обзор должен был снять его очень давно. Уже, наверное, чуть ли не месяц назад. Но я все тянул, откладывал, откладывал, и вот вроде как воспоминания о Боликапоне этом чудесном у меня немножко из головы вытрились, и поэтому я готов за него взяться. Значит, что мы здесь видим, кроме Петросяна? Мы видим прекрасное оформление в виде... Я даже прикреплю картинку сюда, может, поставите на паузу, в виде досье. Town News, Breaking News Edition, Al Capone, Matching Guns, Luxe, Riddle Guns, Leader. Значит, прекрасная новость об Al Capone и его невероятных и страшных деяниях. Скажем так... Ладно, это оставим на попозже. Кейс номер. И написан технические условия, по которым он сделан. То есть, снизу это выглядит сверху, как газета, снизу, как досье. В досье написано. Кейс номер. Техничные умовы. Description. Напи, алкогольный, в скобках, в кавычках, односолодовый. Очень интересно. Украина. 0,2 литра. 40% объема алкоголя. В миссу, 0,5 грамм на литр. То есть, почти без сакара. Это сахарный колер, плюс еще немножко. Мне показалось сразу, что на этой этикетке еще что-то написано сзади, на спре, через бутылочку, как-то пишут, допустим, на дешевых одехолонах. Вот. Значит, напи, алкогольный, односолодовый. В каком-то смысле мне сейчас жалко, что это не продается в России, хотя, ну, мы все-все понимаем, но просто шутки насчет импортозамещения и всего прочего здесь подошла бы шутка такая идеальная, уникальная и все прочее. Значит, посмотрим, что пишут. На основе ликувально-столовые воды АБК Днепр. РО это сделано, то есть что-то делается с витаминами, какие-нибудь энергетики или ревульдели, а это делается на основе ликувально-столовые воды. Очень интересно. Значит, термин результатности 60 месяцев. Опять же, интересно, но я думаю, это формальность, которая связана только с законом. Значит, пляжка с напоем и необходимость сберегать из-за температуры вид минус 5 до плюс 25. У меня на кондиционере сейчас 20, до этого было, наверное, за 30 в комнате, сейчас немножко остудили, поэтому немножко мы условия хранения то не соблюли, по крайней мере, в последний месяц. Так, 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 ничего больше не написано. Ни состава. Врубны кто в алкогольно-базуалкогольный комбинат Днепро. Так, улица вылазит Царычанска, СМТ Царычанка, Царычанский район, масло-масляное, боже, Днепропетровска, область Украина. Ой, ребята, ребята, есть это чудо не только в классическом исполнении, очень долго мы читали этикетку, но уж больно она мне кажется замечательной. Есть это чудо не только в классическом исполнении, но и с яблочным вкусом, и с вишневым вкусом. По сути, это такой, не знаю, как в других странах ближайшего зарубежья, но в Украине есть какая-то любовь, по крайней мере, производителей к алкоголю, который стоит немножко дешевле водки. Вот этот товарищ стоил, по-моему, гривен 40, нет, он стоил 55, но если брать в пол-литровые бутылки, их просто ценник был, а бутылок в наличии не было. Она будет стоить 95 или 90, в общем, дешевле водки, причем, ну, сейчас уже относительно значительно. Вот. В Украине у производителей есть определенная любовь, у нас есть легенда, которую пробовали практически все, по крайней мере, люди возраста до 25, называется Blackjack, раньше дизайн почти полностью копировал Jack Daniels, бутылочка той же формы, ну, понятно, что все дешевенько, сейчас, по-моему, даже не Blackjack, как чуть-чуть по-другому называется, но тоже я этого добра выпил, в принципе, достаточно много в свое время, и ничего плохого сказать не могу. был также Glen Morrange, если я не ошибаюсь, яблочный и обычный, вот яблочный я пил, мне, в принципе, даже нравилось, то есть, с колой, оно заходило, нормально, подбухивалось, дешево, лет 19 мне было тогда, нормально, пить можно было. Вот, есть Al Capone, есть Highland Fox, это знаменитая лисичка, которую мы один раз взяли, наваялся приклеем, но сейчас не о них, это один из представителей, которых, ну, жалко, я открыл бутылочку, но которых, в общем-то, я на серьезных вещах никогда не пробовал, ну, ой, запах знакомый с того времени, и не только с того, ну, со временем стрима, я имею в виду, щедрое, конечно, налил, я думаю, что полностью мы это выпьем только из рюмочки, то, я сейчас говоря, сомневаюсь, я без закуски сегодня, потому что я ее забыл, а сейчас ставить на паузу, нос не чешется, кстати, я просто намочил его, когда внимательный зритель скажет, что хорошая примета, но еще более внимательно скажет, что я просто замочил его в этой прекрасной жижи, значит, чем эта прекрасная жижа пахнет, понюхаем отсюда, запах, честно говоря, просто невероятный, это спиртовая смесь с ароматизатором, либо кофе, либо шоколад, либо и то, и другое, и честно говоря, больше я ничего здесь не чувствую, спиртом, кстати, пахнет относительно не сильно, из рюмки спирт практически полностью скрадывается, в принципе, можно различить, ну, что-то в нем содовое есть, при том, что забавно, что состав нигде не указан, мне кажется, что технологии в этом плане несколько постарались, потому что в целом, я не знаю, добавили ли они какой-то там солодовый концентрат сюда, или там ароматизатор идентичный натуральным, или еще что-то, но в принципе, из рюмочки разобрать что-то солодовое можно, но это пахнет шоколадом, причем, что интересно, на самом деле, если вы хотите точно понять, как это пахнет, и не хотите это покупать, и вы в 2010-2011 году курили вейпы, не просто вот эти вот здоровые штуки, а когда они еще выглядели, как сигаретка, ну, то есть, как просто обычная сигарета, если вы их курили, и вы помните, какие они были на вкус и на запах, то вот эта замечательная вещь пахнет абсолютно точно так же, это пахнет вот вейп, вот реально, смесью для вейпа без вкуса, ну, либо с табачным вкусом, так называемое, очень интересно, давайте попробуем, дорогие мои друзья, долго, я уже на 9 минут наговорил, я так долго откладываю этот момент, я так не хочу, мне даже телефон зазвонил, боже, я так хочу взять трубку, но я не хочу, я как дружку, я не хочу этот банан, вы знаете, мы это пили, ну, я это пил на стриме, мне это показалось хуже, это лучше казацкой рады, определенно, это ужасное спиртное, на вкус непонятное, отсюда надо пить, понятно, как просто уиски, отопырив мизинец, честно говоря, думал, я сейчас буду ругаться очень сильно, но не буду, буду ругаться чуть-чуть, омерзительное пойло, нулейшен из десятейшен, на вкус точно такой же, как и на запах, на удивление, не сильно спиртуозно, это стоит отметить, речи пропал, заходит очень тяжело, в принципе, во рту покатать можно, проглотить можно, но появляется неком в горле, вот те лаву здесь пропустили, вот кто с жогами страдает, вот то же самое ощущение, примерно, короче, мерзость, мерзость, но понятное дело, что в чистом виде, это говно, никто пить никогда и не планировал, вот, хотя, опять же, фляжечка, я не знаю, похоже на то, что можно раз в пиджачок, ее раз достал, хлебнул, ушел из горла, я это сегодня пить точно не буду, уверен, то же самое, что отсюда и отсюда одинаково, и раз горла будет то же самое, конечно, надо пить ее с колой, кола без сахара, все толстяки пьют кола без сахара, это секрет для вас, если вы берете колу без сахара, значит, вы толстяк, шутка, давайте капиточечку, пахнет колой, пахнет как знакомая из детства смесь, боже, вот что-то в ней есть табачное, кто-то помнит, может быть, запах сигарет море, вот были такие в зеленой пачке, я не помню, это с ментовым были, или простые, но именно в зеленой пачке, наверное, ментольная, были длиннющие такие сигареты море, начинаешь курить в 11 классе, заканчиваешь, когда выпускаешься из вуза, и у них был такой пыльный немножко запах, очень странный, вот пахнет им, и пахнет, кстати, кроме того, как вот этот вот Blackjack из 2016, узнайте ничего. Есть ощущение консистенции, как будто бы туда кто-то плюнул, как будто бы спирт немного связал эти молекулы колы и всего прочего, ну, это неприятно и без удовольствия пьется, но это пьется, это пить можно, это в принципе пивабельно. Не знаю даже, что еще об этом сказать. Знаете, вкус у этого такой, вот когда ты много пьешь чего-то крепкого, особенно, особенно рома, я помню, золотой ром, что-то подобное во рту вызывает, когда ты пьешь много золотого рома, или любого другого, в принципе, верно, спиртного, ты уже пьяный и ты начинаешь вкус ощущать как-то по-особенному. У тебя вкус этого самого напитка смешивается с вкусом уже начавшегося перегара. И у него точно такой же вкус, то есть этот напиток просто отметает все стадии до полной пьяности в задницу и оставляет только финал очку. Я не хочу колу переводить. Колу-то я люблю в целом. Колу-то пить можно с удовольствием. А как это говно допить, я, честно говоря, дорогие мои, и не знаю. Ну, давайте я попробую за ваше здоровье, за ваши комментарии, лайки, за победу в ЗСУ и за все хорошее против всего плохого и для того, чтобы тот технолог, который это разработал, ну, его, его догонит. Ваше здоровье, господа Идамы. всем пока.